представить Александра Николаевича Калантая, который замдиректора Института НИИБИ градостроительства, НИИБИ генерального плана города Москвы. И одновременно хочу сказать, что представляет яркого градостроителя, урбанитектора, человека, который всегда занимался нашими международными, в том числе, контактами, и представлял нашу страну на международной арене в профессиональной сфере, что особенно важно в связи с сегодняшней темой, потому что то, что он будет рассказывать, знает не понаслышке, а, так сказать, пощупал руками. И в этом смысле это особенно важно и интересно. Формат нашей сегодняшней встречи таков, что у нас лекция, и я очень надеюсь, что останется потом время на вопросы и ответы, поэтому в конце, думаю, что будет интересно живое общение. И больше не затягиваю продолжение. Вам слово. Спасибо за представление. С вами в графике рассказывать не буду, придем сразу к делу. Напомню, что будет шторм сегодня, падают деревья, кто приехал на машинах, значит помните об этом. Лекция будет немножко больше часа, поэтому тоже оплата параковки больше часа. Я предупредил, что потом не дергались, не бежали продлевать. Время. Ну, надеюсь, что просто приехал на метро. Это правильно. Собственно, концепция тех городов, которые выбрал, которые, по моему мнению, можно рассматривать как те города, которые стремятся к некому идеальному образу, идеальной форме. Не случайно они эту политику, о которой мы говорим, политику общественного транспорта, пешеходной связи категорически проводят. Но прежде чем мы тронемся в путь и попробуем реконструировать вот этот уникальный город, найти, в чем же они, собственно, идеальные черты эти, насколько они типичны, наша задача не просто попутешествовать, посмотреть фотографии и сказать, ну, красивый город, поехали в другой. Все-таки понять, что такое для нас идеальный город, вообще он существует ли, и вот для меня это важно уже на второй лекции, тем более на третьей, чтобы мы зафиксировали, что вообще идеального города нету. И вообще идеала нету в реальности. И как он появляется и реализуется, он исчезает. Вот это надо нам просто зафиксировать, что идеал и счастье, оно возникает только как желание, как интенция определенная. Поэтому наша задача — понимать разницу между тем, что мы видим в своей последней жизни как некую среду и какая среда может быть. И вот эта разница, стремление к другой, может быть, более качественной, есть некое стремление к идеальным качествам. И вот задача наша понять, в чем они стоят, в чем объективные свойства, которые мы как архитекторы, как урбанисты можем своими руками создавать, потому что масса вещей не зависит от нас. Качество жизни решается очень большим количеством людей, средств, историй. И мы не властны. А где наши компетенции? Как мы можем воздействовать все-таки на город, чтобы хоть каких-то его свойств, а именно морфологических, пространственных, формировать ту базу, которая позволит дальше формироваться городоустойчиво, то есть быть приближенным к некому идеалу. Итак, у нас сегодня вторая лекция Вена. Три города, выбранные для этих презентаций не случайно, они очень близки, близки именно по своим фундаментальным свойствам. И я надеюсь, что вы это почувствуете, увидите некие закономерности, которые, повторяю, мы своими руками действительно можем создавать, увидеть их, понять. Итак, на пути, именно на пути к идеальному городу, а не просто зафиксировать некий идеальный город. Вот смотрите, вот так мы должны строить навсегда. Как только мы так сказали, он умер. Коротко, что мы сегодня послушаем. Я взял четыре раздела, чтобы мы представляли, что дальше, как они между собой связаны. Первый, конечно, исторический путь. И прежде всего понять, что город может быть произведением искусства. Поверьте, это не очевидная вещь. Часто мы говорим, ну это просто искусство. Ну это слова. Надо понимать, как это создается. И вот Вене, это практически один из уникальных в мире экземпляров городов, где сделана попытка и реализована попытка формирования города как произведения искусства. Второе, это морфология города. Это действительно основа, то пространство, которое мы можем формировать, которое мы видим, ощущаем и от которого многое зависит. Потому что уберите пространство, что останется от города. Но что в нем важно? В каждом разделе есть некий девиз. И вот этот девиз очень важен. Антипометрия человека и города должны сочетаться. Мы посмотрим, как это может человек просто быть вмонтирован в среду. И вот это сочетание рождает, собственно, ту идентичность, которая является качеством присущего отдельного города. Ну и, конечно, перспективное планирование. А как этот город дальше развивается? Как мыслят люди, профессионалы, администрация? Как она видит в будущем продолжение того качества, которое уже создано историей? И здесь очень важно, опять же, девиз. Движение к идеальному городу должен видеть каждый житель. Это не должно быть секретом профессионалов, чиновников и некой тайны. Люди должны ощущать, что это происходит на их глазах, а не в этом участвуют. Полицентризм. Модная тема. Если нет полицентризма, то это уже точно не нормальный город. А что такое в этом городе полицентризм? Как его понимают австрийцы, как его понимают специалисты Вены, ну и как нормальные другие профессионалы понимают это слово в этом городе. А именно часть – это целое. Очень простая мысль. Она также присуща искусству. Но если часть не замещает целое, это не полицентризм. Это просто точка. Итак, поиски отдельного города, выборка пилотных городов, Прага, Мюнхен, Вена и некие основные свойства, присущие всем этим городам. Это 1-2 миллиона жителей, то есть это не маленькие города. У них есть у всех некая компактная робозированная часть, естественно, природный комплекс, сельхоз, территория, но компактная часть 6-8 километров в радиусе. Это немного. А, собственно, внутренняя, центральная, компактная часть составляет всего 4-5 километров в радиусе. Ну и транспортная доступность 15-30 километров. Важно, чтобы город был конкурентен на международном уровне, имела развитую гумерацию и внешние связи. То есть как только мы делаем некие замкнутые от внешней среды город, все, это к идеалу он абсолютно не подходит. Поэтому те идеальные города Ренессанса, это не идеальные города в нашем понимании. Но самое важное, что они имеют, вот эти города, о которых мы говорим, должны иметь эффективную систему городорегулированных, потому что мы увидим важное свойство идеальной структуры все время меняться. Как только мы говорим, что она остановилась в своем развитии, все, она уже в вчерашний день, уже нам неинтересна. Как говорится, желание это то, не то, что мы имеем, а то, что мы не имеем. И это присуще и городу. Ну и, наконец, функциональный город. Есть такое понятие модное, реальный город для Москвы, часто мы это используем. Это когда есть административные границы, а есть перезбрали. Вена будет оставаться космополитичным и толерантным городом, городом культуры и знаний, и в высшей степени экологичным. Ну, нормально, краткое определение того, что хочет мэр создавать. А что говорят эксперты? Объективно. Они говорят, что Вена — это лучший город миру по качеству жизни, 14-й год. То есть, каких-то факторов, там огромное количество показателей, они все вместе взятые дали вот эту оценку. Мы видим, что, в общем-то, Вена не такой, собственно, мощный экономический и социальный проблемы есть. А как он вылез на первое место? Значит, там какая-то очень умная политика в том числе. Второе — административная граница совпадает функционально. Я уже вам это сказал. Очень интересно. Граждане Вены неавстрийского происхождения составляют почти треть населения города. Треть населения города — иностранцы. И город устойчиво развивается. И там очень много разных народов. И они договариваются между собой. Там нет войны, нет ссор. Там нормальная среда. Значит, опять же, есть рычаги, которые и есть положительный пример, который говорит, что мы можем поучиться, как ладить с людьми разных рас, настроений, этнических групп и религий. Озелененные территории почти половину города составляют. Ну, это мечта наших экологов, озеленителей. А и особенно очень важно, что в этом городе, вы видите приписку, 17,5% сельскохозяйственных земель. Мы говорим, в городе не должно быть сельскохозяйственных земель, все должно быть застроено или партнер. Они говорят, ничего подобного может быть сельскохозяйственной территории. Мы видели и в Праге 14%, мы видим и в Мюнхене эти земли. Они составляют важнее уже составлять экономическую, экологическую и резервную. Ну и наконец, как вывод из всех этих достоинств, Вена стала штабом квартир ООН, ОПЕК, ОБСЕ, но одновременно Вена и Австрия не являются членом НАТО. Представляете меня. Они находятся на Западе и очень мало стран, которые не являются членом Австрии. Мы увидим в истории, почему это случилось. Ну и очень тоже интересные факты в самом низу. Население Вены 1,8 миллионов, Австрии 8,6 миллионов всего. Вена составляет более 20% территории всей страны. А территория Вены это когда-то территория Москвы, не так давно была. 8,5 миллионов. Еще пару-десять лет назад. Вся Австрия. И вместе с тем, что она имеет такой город, который занимает первое место. Это чем-то стоит. Значит, стоит его изучать. Подробнее. Ну а кроме того, что она занимает лидерство по качеству жизни, она занимает первое место как мировой город. Она занимает первое место как город для молодежи. Вена занимает второе место по жизнеспособности, так называемой «ливейбл-сити». И она занимает третье место как умный город. Очень популярное, модное понятие сейчас «смарт-сити». Ну, как видите, города, которые нам обогналы, достойны тоже каких-то почетных мест. И тем не менее, Вена и обошла. Вена – часть мира. Мы говорим, что город не может существовать без оборужения, он не может существовать без какой-то нумерации, он не может существовать вне отрыва от остального мира. И мы видим на левом слайде синеньким кружочком показана Вена. И на правом, где красная сеть, тоже это Вена. Две разные структуры построены специалистами. Слева Вена взаимодействует со всеми основными глобальными городами Европы. Она как бы находится на периферии, но работает мощно в этой сети. Она – неразрывный элемент рынка, мировой торговли, мировой культуры и так далее. А справа показаны локальные связи, не только глобальные города, но и те города, которым тяготеют то окружение. И мы видим, что Вена очень замечательно взаимодействует с Прагой. Прага чуть выше северной. И замечательно взаимодействует с Мюнхеном, которая строго на запад. Если пройти этой осью на запад, то мы попадаем дальше в Швейцарию. Ну а дальше по кругу Амстердам, Роттердам и Лондон. И это очень интересно, что на левом все обращается на запад, а вот на правом слайде мы увидим уже и какие-то восточные связи и некое окружение этой точки. Ну а цифры показывающие подтверждают то, что я говорил. 26% иностранцев, совершенно официальная статистика, несколько больше мужчин, чем женщин. Но, тем не менее, это 26%. И не случайно это помогает в том числе и в международных отношениях. Вот эти свойства, это помогает тому, что ООН разместила в Севене и другие международные организации. Итак, город, стремящийся к идеальному, устойчивому развитию, не может существовать вне отрыва от мира. А какого мнения жителей, самих простых жителей? Вот Андрес Нехаус, он курирует вопросы архитектуры в венских музеях. Так сказала Вене. Вене, как быстро растущий город в немецкоязычном пространстве, создает тенденции, которые учитываются во всем мире. Прежде всего, в сфере жилищно-стралиста. И мы с вами увидим, что действительно жилищная политика одна из лучших в мире. Неизменными чертами, характеризующими венскую архитектуру, является бережное отношение к имеющейся архитектурным структурам. Фиксирую слово «бережные». Выделение исторических постов и диалог старого и нового. Тоже фиксирую понятие «диалог старого и нового». Вот в этом кроется тайна особого шарма этого города. Итак, первая глава, первая часть. Исторический путь, девиз «Город может быть произведением искусства». Все началось еще до античных времен, когда поселение Венетов и внутри этого поселения Венеты – это такая смесь очень интересная разных национальностей, народностей, в том числе и которые положили основу этого города, когда в нем разместился римский лагерь. Вы знаете, что римни оккупировали почти всю Европу, не прошла мимо и Вена. И вот в центре мы видим этот квадрат, который врезался в массив города. И он не рядом расположился, а он уже интегрировался. Уже мы начинаем устойчивое развитие города, когда две совершенно разные структуры все-таки могут существовать. И прошу обратить внимание на наличие вот этих основных связей, которые присущи всем римским лагерям, вот этот крест. И вот эта связь диагональная, которая не смогла исчезнуть тысячелетиями, она осталась и сегодня. И мы увидим вот эти все основные связи, которые были заложены в этот каркас структуры, трансформировались во времени, тем не менее оставило следы прошлого и в настоящем. И это очень большая ценность. Барочный период, когда барочный город, опять же, не расположился рядом со средневековым, а средневековый не рядом с античным. Они строились друг в друга, и мы получили очень интересную структуру, когда внутри средневекового города мы читаем этот известный, знаменитый прямоугольник римлян с тем центром, вот этими основными путями военными. И вот помните, вот этой диагонали. Вроде ничего существенного, однако она существует, и весь имперский дворец был построен подчиненно этой связи. Он уничтожил ее, и все основные барочные ансамбли, так или иначе, вмонтированы и в средневековую, и в ту античную структуру. То есть следы трех эпох, трех мощнейших исторических периодов присутствуют все время во внутреннем диалоге. То, что говорил нам архитектор в Венске. И наконец, четвертая трансформация, классическая перестройка Вены, 1960 год, интеграция новой Вены в ворочную, средневековую и античную, с помощью связующего кольца Рингштрасса. Вот красным цветом показана вся новая застройка, которая была закончена в 1865 году. В нем участвовали много выдающихся архитекторов, в в том числе, вот Фильдземпер, который очень много и в Дрездене делал, и в других немецких городах. Вот здесь он как раз делал основной дворец в Олборг. Кроме того, что здесь опять мы видим, вот в этом, в этом 160 году, этот генплан конкурса, который проходил, целый ряд проектов. Мы видим, что вот этот проект, хотя и он близок к реальности, он в таком виде не был реализован. Мы видим, как реализовалась, как поменялась, как трансформировалась эта концепция в дальнейшем. Я бы сказал, что даже обогатилась. Но существенно, что мы здесь видим опять в этом же веке, вот он античный, вот он средневековый, барочный комплексы, и вот он классический появился. И остальная ткань города. И вот эта красная ткань города 19 века как бы склеила. Что склеила? Город раньше существовал внутри вот этого пространства, а здесь были валы. Валы и вокруг них сады. А потом начинался, собственно, город. Но было принято решение, собственно, Гасбургам, эпоха Гасбургов, развитие города и связь города, его исторического центра с его развивающим окружением. То есть застроить валы, которые в свое время, еще в 16 веке, спасли всю Европу от османского ига. Потому что именно Вена остановила продвижение осман на север. Правда, с помощью французов, с помощью поляков. Но это произошло. И Вена этим горнится. Но поменялись, что называется, средства вооружения. И уже валы перестали играть роль. Поэтому они были уничтожены. И благодаря вот этой возможности здесь появился вот такой очень известный, своеобразный ансамбль, философию и искусство, который мы немножко дальше рассмотрим. Но сейчас мы зафиксируем две важные вещи. Вот эти две голубые оси, которые показаны на слайде, это две важнейшие игры, две важнейшие концепции, которые структурно вошли в этот диалог времен. Вертикально вот эта ось, которая движется из основного ансамбля дворца Гасбургов, художественного квартала, дальше в центр античный, к собору Святого Петра и дальше к римскому лагерю, собственно, имела совершенно четкое значение. Это линия власти, власти, которая реализовывалась Гасбургами. А вот эта линия между собором Сан-Стефана, готическим, и новым не готическим собором, построенным уже в XIX веке, формировала власть религии, католицизма. Две эти власти ложились в основу структурного построения всей дальнейшей композиции Вены. И сегодня Воззевкирка является очень интересным памятником готического искусства, хотя построена она в XIX веке. Но мы обратили внимание, как дальше развивались события. То есть диалог был задан очень грамотно вот этим конкурсным проектом, что две силы важны в городе. Это власть империи, Гасбургов, а вторая власть Бога. Вот они воплотились композиционно в этом плане. Но что происходит дальше? Дальше надо как-то склеить, ведь Рингштрасса — это вот, собственно, это кольцо, за ним были поля и потом город. Надо склеить эту структуру в единое целое. Как это сделать? И вот в 1950 году начинается композиционная проработка каждого участка, анализ визуальных связей, анализ композиции каждого места и формирование целостных визуальных коридоров, целостных композиций в границе всего города. Назовите мне хоть один город, который пытался это сделать в таком-то тайном виде. И вот мы получаем результат. Сегодняшняя картина Google, где все эти маневры совершенно четко видны, но в какой-то другой интерпретации. Да, мы видим линию Гасбургов, линию имперскую, она красная. Мы видим синюю линию, линию Бога, Оттихкирхи и Сан-Стефана. Но мы видим и желтую линию, которая сегодня буквально доминирует. Это власть народа, власть буржуазии, которая появилась одновременно с формированием Рингштрасса и которая не видна в предыдущем проекте. Здесь просто парк. И вместо этого парка появляется вот такая сложная композиция, смысл, который мы расшифруем на следующем слайде. Но на этом, по крайней мере, посмотрите на качество ткани этого города. Это не Нью-Йорк, это не Вашингтон, вычерченный под линейку. Это некое естественное развитие застройки, которое вписывается в каждую крупицу ландшафта. И каждый последующий квартал учитывает свойства предыдущие. Когда глаз ведет по этой ткани, он не спотыкается. Посмотрите, любой наш придуманный город, он дерганный, он придуманный, он неестественный. А исторический город вот такой. Он постепенно формирует сам себя и он вписывается в среду. Резко, конечно, смотрится Рингштрасса. И в этом его сила и слабость, конечно. Потому что это своеобразная рама, которая была одета на город. И когда мы на любую мазню оденем раму, она становится художественным произведением. Но здесь не мазня, это очень сложная игра социокультурных контекстов, которая четко различима и которая можно с удовольствием различать, гуляя по Вене. Итак, что такое синяя, красная, зеленая в дальнейшей интерпретации? Человек, у которого есть время и который хочет понять, в чем, собственно, композиция и в чем это искусство городостроительного города. Итак, авторы не случайно формируют эту ось. Они могли ее не формировать, они могли формировать госбук совершенно иначе. Нет, они фиксируют важность вот этой оси. И то, что это не случайно, говорит о том, что вот в этой точке находится реально барочный костел Святого Петра с купольным завершением и комплекс исторического музея искусств и естествознания также формируется с таким же купольным завершением. Вот игра двух вещей во времени говорит, что для нас важно присутствие вот этого божественного начала в этом художественном начале. Но это все проходит еще через Хоббург, который является резиденцией Газбурга, резиденцией императора. И здесь в стиле, в том же стиле барочном, как и сам комплекс церкви Святого Петра решается архитектура. Более того, скульптуры, которые формируют внутреннее пространство, это, собственно, скульптуры императоров, которые в разное время там правили. А ведь в 16 веке Вена была столицей Священной Римской империи. И это очень важно для правителей, потому что все их скульптуры так или иначе относят по своей концепции, по своему образу структуры к римским монументам императоров. И все это направлено куда? В центр античной Вены. Туда, где были следы реальных римских воинов, реального Рима, реального императора Константина. Таким образом, ось прочистена, по ней можно пройти и прочитать всю вот эту историю этого уникального города, его людей, жителей, правителей и их, что называется, интенции. Вторая ось, которая, повторяю, в колкасном первом проекте отсутствовала, но на которой настояли жители, настояла буржуазия, которая набирала силы и Гамзер понял, что, император Франц, что действительно без сильной экономики, без свободного бизнеса мы не станем сильной державой. И поэтому на деньги буржуазии строится ратуша. Фотография слева. Которая по архитектуре готической абсолютно похожа на готический собор Сан-Стефана, который является, собственно, сущностью божественного начала. Что декларирует народ? Мы такие же значимые, как и Бог. Мы также близки к Богу, как вы, господин император. И, подчеркивая назначение свободы, размещает на вот этой оси желтый театр городской. А театр в то время это вообще конденсенция свободы. Уж там как раз обсуждались, высмеивались разные и пороки, и особенности жизни. Но этого мало народу было. Потому что вот на этой желтой оси справа размещается парламент. Парламент греческого типа, античного. И здесь как бы моделируется образ того Парфенона, символа демократии, свобода, любви, народа, власти, которое очень важно было. И Галцбург это терпел. Он согласился с этим. А с другой стороны, повторяю, строится вот и в Кирхе, принадлежащее не центру, не Галцбургу, а именно народу. То есть народ и в Бога верит, и верит в справедливость, и он верит в разум. Потому что рядом вот здесь с ратушей находится и был построен университет, главный университет города в ренессансном стиле. Потому что ренессанс является символом просвещения, нового открытия. И народу очень важно было показать, что просвещенная власть, городская, муниципальная, это наша сила, а не только сила имперская. Но это еще не все. Кроме этих двух осей, желтой и красной, возникает вот эта красная подось. Потому что Земпер разместил основное здание имперского дворца вот в такой полотподкове. И фокус его разместил конную статую Карла IV. И вот эта ось планировочная стреляет точно на центр главной оси, главной башни ратуши. То есть тем самым две совершенно разные сюжетные линии, подчеркиваю, мы связаны, мы вместе строим этот город, мы помогаем друг другу и мы формируем мощное государство. Но это еще не все. Кроме этих сюжетных линий, которые формируют очень интересные разговоры, то есть не просто есть банк, не просто есть ратуша, а есть сложный диалог культур, людей, эпох и тому подобное. Есть еще очень сложный и интересный диалог масштабов пространств. На слайде показаны три точки синяя, красная и желтая. И если вы вообразите то пространство, которое мы сейчас видели в Вене, мысленно станете и спроецируете на эти точки то, что вы видели, вы ищете три совершенно разных масштаба Вены. Что именно? Находясь вот в этой синей точке, а именно около собора Святого Петра или Сан-Стефана, вы видите вот эту модель города, сжатую до точки, очень компактную, небольшую Вену, очень доступную, потому что расстояние от этой точки до всех основных объектов самое краткое, и она очень легко, легкая и понятная. Это такой маленький город сразу становится. Вот вообразите себе, походите мысленно вот так вот, это несложно. Но стоит вам переместиться вот сюда, в красную точку, на площадь между двумя выдающимся музеем, к музейному кварталу, на вот эту знаменитую ось имперскую, и город у вас из точки превращается в ось, он вытягивается к Дунаю по всей вот этой великолепной теме средневековья, античности, барочности, классицизма. И наконец, стоит вам стать рядом с ратушей, город получает третье измерение, он из точки, из линии превращается в очень своеобразную, это вот эту же модель, подкову, в колецо, потому что здесь начинает доминировать собственно рингстрасса, на которую проецируются все объекты, потому что стоит вам понять, что вы находитесь на рингстрассе, на кольце, вы должны представить это кольцо и спроецировать на него все объекты, которые вокруг него находятся. Это самое сложное, самое информативное, самое динамичное пространство. Естественно, перемещаясь по рингстрассе, две вот такие принципиальные точки около ратуши и вторая около оперы венской, когда взрывается совершенно пространство, оно совершенно деформируется и вместе с тем оно становится очень динамичным и информативным. И это тоже чудо, которое не у каждого города есть. Ну вот, искусство, надо все-таки немножко вернуться к истории, потому что история у города богатая и мы должны понимать, что были и тяжелые времена. С одной стороны, четвертый год Вена уже два миллиона жителей строит социальное жилье, но наступает 14-й год и происходит убийство наследника Гасбурга Франца Иосифа. И начинается Первая мировая война. До сих пор и стольки спутят, почему война начинается. не жили из-за того, что убили наследника. И кто убил? Гаврила, который является сербом, сербским представителем таких военизирующих структур. Может быть, сейчас по-современному констеррористом был. Но парадокс в чем? После вот этого инцидента, когда произошло убийство Гаврилы, наследника началась война, в которой погибло 25 миллионов. Причиной убийства одного человека. После этого развалились четыре империи. Австро-Венгерская, Германская, Османская, Российская. Это как опасно, не подумав, начать войны вести. Собственно, амбиции имперских государств привели вот этим гигантским последствиям. И в конце концов образовалась Австрийская республика. Австро-Венгерская империя, граница вот ее была. Она выходила к морю Средиземному. Все это было потеряно и осталась вот такая небольшая Австрия в результате. А в свое время гавриди хотели выступить в качестве объединителей славянских народов южных, в частности в районах Ягуславии, которые на себя тянули одеяло, а Россия тянула на себя. Также конкурировала с этим Болгария. И вот кто сильнее всех любит славян, они выяснили между собой и закончилось вот этим инцидентом и гибелью 25 миллионов жизней. Следующая трагедия, когда амбиции другого человека, Гитлера, который имел особые виды на Вену, он обиден был на Вену, потому что Венская академия не приняла его в свои ряды, когда он стал художником, архитектором. Но он вместе с тем успешно зарабатывал в Вене на свою жизнь. Но решил расплатиться. И в 1938 году межным соглашением приняли такой компромиссный факт, присоединили и Чехию, и Австрию к Германию. Ну и естественно Австрия автоматически должна была воевать на стороне Германии. Ну и чтобы еще раз показать Вене, что все-таки фюрер наконец поработил ее, строится шесть вот таких огромных башен, так называемые зенитные башни высотой до 55 метров. Это гигантские сооружения, толщиной стены 2,5 метра их разбомбить невозможно было. И несмотря на то, что в 45-м году американцы бомбили и очень прилично победили Вену, эти башни не смогли разбомбить. Это те вещи, которые создавал вместе с своим любимым архитектором Шпейером фюрер Вене как расплату. Но это не случайно было сделано. Все эти основные точки, где размещались башни, охраняли центр. Все-таки центр исторический, который мы с вами рассматривали, был дороги Гитлеру. Но очень важно было не только отношение фюрера к Вене, но и отношение Вены к миру. И это особенно видно вот на этом слайде. Красная показана вся территория Советского Союза и всех стран демократии, а синяя это западный мир. Вена серенькая, она нейтральная, она находится на границе, и это ее несчастье было. У нее был очень ужат рынок с одной стороны, потому что это был железный занавес, но с другой стороны очень удаленная от развитых стран. И поэтому только с падением занавеса в 1991 году Австралия встрепенулась, и Вена в том числе начала бурно развиваться, и вы видели результаты. Итак, морфология. То, о чем мы говорили, единство границ физического города административного прекрасно показано на методике, которую разработала Еврокомиссия в 2011 году. Не буду вдаваться в подробности, но они четко показали. Вот реальный физический город, вот город административный с прилегающими внутренними муниципетами, и только одна небольшая часть выпадает. То есть фактически идеальное совпадение. То есть все основные функции реализуются внутри города. Хотя есть какая-то губерация, это не принципиально, и это очень важно. Но мы идем внутрь и обнаружим более интересные свойства, те, о которых мы говорили, что вся основная урбанизация города, несмотря на вот такие большие границы, в общем-то они в большой территории локализуются, всего лишь 4-5 километров в радиусе. И напоминаю, что похожая ситуация была в Праге. Вся основная урбанизация второго порядка, гораздо меньшей интенсивности, локализуется в среднем в 8-километровом радиусе. Вот эта сплющенность, неидеальность, обоснованность очень просто. Венским лесом очень ценный природный комплекс, который, естественно, давит с этой стороны на город, и он его немножко сплющит. а город вытягивается в северном направлении, потому что здесь есть препятствия Вена, и он должен выбросить часть своих территорий за эти границы и потихонечку осваивать. Плотность населения еще более явно показывает значимость, практически жестко проходит граница вот этого 5-километрового радиуса, 4-5 километров. Нельзя сказать, что это просто однозначно супер, потому что конечно есть проблема период плотнения, которая еще началась в конце 19-го века, но стремление к этой компактности это очень важное качество, которое очень выгодно использовала Вена в будущем. Наложение вот этой компактной Вены на Москву показывает очень интересную картину. Зона компактной Вены внутри третьего транспортного кольца, то есть вся Вена внутри третьего транспортного кольца, вся центральная часть, ну а основная урбанизированная помещается в ужатом виде границы четвертого транспорта. Но не это даже главное, это понятно, это небольшой город, а Москва, гигантский мегаполис. Логика, формы разные, морфология. Если здесь мы видим самую высокую компактную урбанизацию, которая снижается в периферии, то в Москве мы видим по плотности селения другую картину. Плотность повышается к периферии, и в этом несчастье Москвы. Но изменение морфологии происходит нерезко. Если внимательно смотрим плотность застройки по участкам, то видим, что это довольно плавно проходит от центра к периферии. А также этажность довольно плавно меняется от центра к периферии. Практически идеальная ситуация, потому что она идеально стыкуется с экономикой земли и с транспортным каркасом. И вот здесь совершенно бесполезно ругать радиально-кольцевую схему, потому что она идеально подходит той экономике, которая формируется в этом городе. Когда наиболее высокая плотность не просто уличной дорожной сети, а пассажирского транспорта в центре она постепенно уменьшается к периферии. То есть конечно можно сказать, что и уличная дорожная транспортная сеть тоже работают по этим принципам, но тогда Вена умрет от автомобиля. И чтобы это не происходило, разрабатывать жесткая политика ограничения парковки. Вот в этой красной зоне центра, собственно той компактной зоне, о чем мы говорили, 4-5 километров, вы не можете оставить машину больше, чем на полтора часа. Ни при каких условиях. Вы поставите, заплатите 4,5 евро и через полтора часа должны прийти и переставить ее. Потом опять прийти. Поскольку это надежное дело, естественно, вы этим не будете заниматься. Таким образом, не включая платный въезд в центр, Вена очень эффектно регулирует въезд в центр. Синяя зона это ограничение трехчасовое. Зато есть развитая сеть кошеринга, развитая зеленая сеть пешеходных улиц, которая еще формировалась, это как стратегия, не все сделано, ну и развитая сеть велосипедных маршрутов, тоже является перспективной стратегией. Итак, две важные вещи морфологии города, которые весьма сбалансированы, потому что плотность застройки населения, этажной застройки, плотность улиц, линий пассажирского транспорта взаимовязаны и пропорционально понижаются от центра к периферии. И второе, Вена антропометрично и инклюзивно. Инклюзивно, значит, она включает, очень активно включает человека, сообщества внутри себя, они существуют максимально компактно. Учитывая компактность расположения застройки и функций населения в центральной зоне Вене в радиусе в таком-то пределах пешком, всю вот эту часть можно пройти пешком за 40-90 минут, любую точку достичь. Ну, а на общественном транспорте, который реально за 12-24 минуты. То есть город пешеходный и это не случайно, потому что сетка улиц 75 на 100 метров или 150 на 150. Это не значит, что по всем этим улицам несется транспорт. Они где-то закрыты как тупиков, где-то как стоянки, но потенциально связь пешеходная существует, он проницаемый этот город. Не так, как у нас по СНИПу через 500 метров магистральная улица, а между ними черт и что, это какие-то проезды. Сетка позволяет ловить и приспосабливаться к разной застройке, к разной технологии функционирования автомобильного движения, пешеходного и пассажирского. Перспективного планирования. Отмечаю, движение к идеальному городу должно видеть каждый житель. И это достигается совершенно предметно с помощью ГИС-портала. Вот все дальнейшие презентации непосредственно связаны вот с этим ГИС-порталом, где вы можете реально увидеть все качества этого города. Это не где-то там спрятано у профессионалов, оно доступно всем. Учитывая не очень много у нас времени, не будем детально рассматривать закон, естественно, и закон Австрии о градостроительстве со всеми своими спецификами. Важно, что на первой странице этого закона мы читаем сразу декларацию «Необходимо во всех частях страны формировать равные условия жизни и обеспечить их улучшение с помощью сбалансированного развития экономического и социального и транспорта». Это вообще такой девиз так называемой австрии марксизма, потому что Австрия в 30-х годах была очень марксистской, очень красной, даже называли «Вена красной», потому что очень социально ориентированное социально-демократическое движение, очень было сильное, строилось очень много социального жилья и это продолжается. То есть Вена очень социалистический город, коллеги, и вся политика очень сильно ориентирована на жизнь конкретного человека. Это не декларация, это на самом деле так и реализуется. Мы увидим дальше в проектах. Специфика собственно закона Вены о градостроительстве в следующем, что генплан и проект планировки, я вот не буду уже говорить о документах, которые в разные годы делали, а перейдем к особенностям. В чем они состоят? Генплан и проект планировки территории делаются на кадастровой основе. Генеральный план делается на кадастровой основе. Генплан и проект планировки имеют общую регламентную часть. И самое главное, я красным выделил, проект планировки постепенно покрывает весь город. То есть весь город является проектом планировки. Почему? Потому что управлять перспективой можно только через кадастр, который воздействует на собственника. И если вы не покрыли город некой документацией перспективной, вы не можете воздействовать законным путем на девелопера или землопользователя. Очень простая логика. Другое дело, что на отдельной части детально прорабатываются эти документы, другие схематично, где-то только регламенты. Но мы увидим дальше, что, в общем-то, вся Вена покрыта проектом планировки. Я не знаю такого города. Сейчас приближаются к этому Британия и другие города, но не у всех это есть. Вена этого достигла. Но прежде чем рисовать все возможные зонирования, конечно, она задает некую стратегию в очень простых понятных схемах, которые понятны и профессионалу любому жителю. Что нужно в городе делать? Не буду детально это прописывать, но совершенно нормальные вещи. Реконструкция ветхого фонда, формирование полицентричности, формирование пешеходных зон, структура общественного транспорта и, естественно, ландшафт. Приоритеты политики. Компактная экологическая мобильность, снижение доли автотранспорта, перевозка к 40% в 93-м году, к 20% в 25-м. Ну и дальше энергетика, инновации, модернизация среды, которые и дальше до 50-го года, но при всем при том, очень важная жилищная политика, доступное жилье, которое декларируется еще с Габсбургов, с эпохи Газбургов. 60% всего фонда города субсидируется городом и государством. 60%, а 25% является социально-арендный фонд. Ну, это, братцы, социализм. Генплан. Вот это мы можем назвать генпланом. Мы видим основные функции, зоны, очень похожи на наш генплан. Но мы начинаем зуммировать этот генплан, то есть в ГИС-программе фокусировать в масштабе. Выгоняем 15-ти тысяч на масштаб, и мы уже видим более четкие зоны, кварталы и привязку к границам землепользования. Дальше зуммируем этот генплан, и мы выходим практически на ПЗЗ, на границы функционального использования территориальных зон под зон с установленными регламентами, которые здесь значками обозначены. Но это все генпланы, это все один документ, просто в разном масштабе надзуммировано. Здесь ничего не произошло, и мы в своей жизни часто путаем, где у нас тут генплан, а здесь начинается ПЗЗ. Это одно и то же, коллеги, потому что вы весь город покрываете, как только вы весь город покрываете одной философией, это один документ в разном детализации, и все. А вот где начинается следующий документ, а вот где начинается. Как только вы выходите на масштаб 3000, появляется проект планировки, который покрывает весь город. Это уже линии регулирования, это регламенты, это требования к организации застройки, а не функционального использования реорганизации территории, где те же самые функциональные зоны в цивете, которые были в Генплане, становятся условными индексами, с параметрами и т.д. и т.п. И вы знаете в каждой точке, что вас ждет. И нет конфликта между тем, что стратегия задает генплан, что ПЗЗ нам требует в регламентах этот документ, и что там происходит в проекте планировки. они интегрированы мягко, в масштабе, вы можете отойти, увидеть целиком город, приблизить, увидеть часть. Такого не в каждом городе практически. Ну и особая философия линии регулирования. У нас есть одна линия регулирования, красная. Сейчас вынесли правки в закон, там расширили функции этой красной линии. Одна красная линия. У Вене шесть красных линий. И они все важны. С отсутствия времени не буду детально называть, мы дальше увидим эту схему. О том, что система генпланирования, система детального планирования взаимосвязана, показывает вот эта схема условных обозначений, где говорится, вот здесь на немецком языке написано, вот это генплан, а вот это проект планировки. И у них общая система условных обозначений. Просто вы можете цветом маркировать, а можете буквенным обозначением. Но что существенно, они маркируют функциями только буквенным обозначениям, не цифровыми, которые мы начали обозначать. Потому что цифровыми обозначается кадастр. И когда вы высвечиваете и кадастровую подложку, и функциональную структуру, в цифровом они склеятся. Австрийцы это четко поняли и разделили. обозначение. И поэтому у них совершенно ясно при любом масштабе вы можете различать, где у вас регламенты и правовое зонирование, а где правовая основа, а где у вас перспективные требования к использованию. Что важно в философии зонирования Вены? То, что они практически перешли к названию смешанные застройки. Вся застройка, что строится, фактически является смешанной. Потому что вот только один тип является жилым и один тип является промышленно чистым. Они чистые. Они практически чистые. Вот эти два типа жилых уже смешаны и все остальное смешано. О чем это говорит? Что только при смешивании и очень грамотном свешивании функций вы создаете пешеходное антропоморфное антробометрическое пространство. Потому что удаленность Бытие функции становится минимальным. И это тенденция принципиальная. Особенно если формируется многоквартирная застройка. Мы дальше это увидим. А вот условные обозначения проекта планировки. Левый столбец это условные обозначения взятые из генплана, которые работают на проекте планировки. А правый условные, которые работают из проекта планировки. И все они вместе работают в проекте планировки. Это еще раз подтверждает, что это транзитивные вещи. Никакого нет жесткого перескока из одного в другое. И мы можем очень легко доказать, как перспективу реализовать в сегодняшний день. Через сегодняшний день на будущее. А вот те самые шесть линий градов и уровня. Вот она наша любимая красная линия. А вот сколько этих линий, которые совершенно разные ситуации фиксируют. Граница улицы застройки типичная. Граница улицы ландшафта. Граница транспортного объекта инженерного и уличного пространства. Граница застройки и ландшафта. Ландшафт может быть и общего пользования, а может быть и частный. Линия ограничения зоны застройки, за которую нельзя заступить. И линия изменения границ с разным режимом. И это все красным цветом наносится на черную, существующую подоснову, под которой светится синий кадастр. Вот три цвета, которые вы читаете, всю биографию. Помните, как мы видели Google Вены, в которой очень вся история воплощена. Так вот, в этих линиях, которые мы с вами видели, также можно прочитать все и прошлое, и будущее города. И очень четко. Естественно, существуют стандарты. Стандарты застройки поэтажности. Вот этот, я подчеркнул, самый популярный сегодня, самый любимый стандарт. Это четвертый класс, когда жилая застройка не выше 21 метра. Но это 5-6-7 этажей максимум. Вот они считают, что вот этой застройкой мы достигаем нормальную плотность. Вот их плотность от 1,5 до 2, это значит 15-20 тысяч на гектар. Но тоже принципиально. Мы считаем в гектарах, а они считают норм. Весь мир давно считает соотношение раньше, вот называемое. Мы никак не можем к этому перейти. И вводим в заблуждение девелопер, который считает затем весь квартал как участок, выкидывая оттуда все сопутствующие общественные функции. Вена это не допускает, поэтому она говорит, на территории жилой застройки вы обязаны весь этот пакет реализовать, включая места приложения труда. 12,6 метров на человека, будь добры, отчитай места приложения труда в том квартале, который вы делаете под жилье. Поэтому получается у нас смешанная застройка. И дальше набор весь функций, который об этом говорит. А то, что город зеленый, да, он очень высокоплотный в центре, но они компенсируют своим нормированием, привязывая очень жестко требования размещения парковых объектов. Вот если говорить о небольших участках жилой застройки, через 250 метров вы должны разместить гектар парка, а через километр 3 гектара, а через полтора до 50 гектар зелени. И будет дом положим, особенно если у вас новая территория. Поэтому вы можете представить картину, которая формируется в результате. Ну и тот кадастр, о котором я говорил, в разном масштабе, в 3000, 2500 и 500. И вот в этом масштабе вы уже делаете строительную документацию, размещая здание, делая генплан, который максимально точно регулирует собственность. И это принципиально, потому что на это затем накладываются все наши проектные решения. Полицентризм в Вене. Последняя часть, которая касается уже конкретных практических примеров. Она наиболее легкая, наиболее красивая, скажем так. Четыре проекта я вам покажу, которые реализовались в Вене в последнее время. Все они так или иначе касаются полицентризма. Один из проектов, который буквально недавно введен был в строчке, называется, это формирование международного университета. Еще Габберг в свое время, в 898 году, построил, открыл университет экономики, чтобы поднимать экономику страны. Здание, естественно, стало тесным, и был проведен конкурс. И решили где. Это район Пратер, кто знает Вену. Здесь еще в времена Газбурга, вот показываю карту 887 года, формировалась развлекательная природная зона. Ну, на краю, на краю исторической Вены. И вот в этом месте сегодня существует развлекательный центр. Это такой Дисне-Лен, совершенно сумасшедший. Рядом же находится, и вот эта картинка, кстати, из этого Дисне-Лена. Вот здесь находится и находился такая территория Экспо. Она старая, как логистика, такие большие сарайи, в которых выставляли какие-то достопримечательности. Город решает. Ага, у нас есть парк замечательный, у нас есть жилая застройка общественная, у нас есть развлечение, у нас есть, что не хватает? Образование. И они дальше делают корректировку вот этого территории Экспо в 2002 году, отщипывая вот эту территорию, вот на этой территории, пожалуйста, делается Экспо, но превращая его в международный конгресс-центр. А вот здесь мы подумаем, что сделать. Прошло несколько лет, в 2008 году делается корректировка этого проекта планировки, и вот на этой территории размещается вот этот международный, очень интересный, уникальный университет с уникальной планировкой, многие считают, достойный мирового признания. Обратите внимание на генплан вот этого участка. Это взорванная звезда, это некая взорванная мысль, полет, некая фантазия, здание стандартное. И каждый объект здесь совершенно уникальный, он не похож друг на друга. А почему? А потому что такая стратегия. При том, что был сделан общий регламент, дальше каждый объект делал какая-то архитектурная группа. В результате получился очень интересный ассамбль, 25 тысяч студентов, может там разместиться полторы тысячи сотрудников, стоимость обучения всего лишь 744 евро в семестр. Это дешевле, чем в наших вузах. Вы получаете образование мирового уровня. Интересно решена проблема парковок. В Генплане про эти планировки говорилось, вы должны разрабатывать подземные парковки, но емкостью не больше 60-70 мест, и чтобы они не были под зданием, потому что требования чрезвычайной ситуации, ну, терроризма. Парковки вытягиваются между зданиями, здание к ним пристыковывается, а дальше было требование, хоть 20% оставьте территорию без подземной урбанизации, с зеленью, а всего застроенность должна превышать 60%. В этом проекте все это точно выполнено, как было предписано в проекте планировки. И мы получаем вот такую среду. Группа из Барселоны делает один департамент, один факультет, его называют в народе «Тетрис». Он похож на это. Вторая группа – архитектурное бюро Петра Кука из Лондона. Делает следующий департамент, он выигрывает приз в прошлом году на фестиваль недвижимости. Общая улица и зеленая часть, где нет подземной урбанизации. И самый главный объект – Зара Хадид, который делает библиотеку совершенно уникальным внутренним пространством. В народе это, естественно, называется лайнер. Пространство просто внутрибезумное. Гигантский совершенно атриум, наезжающее пространство. И это все абсолютно доступно. Вы можете туда зайти. Это пространство общения, естественно, обвена информацией. Естественно, есть некие бассейны над парковками. И самое главное – территория не ограждена. Это было прописано прямо в проекте планировки. Запрещение ограничения территории общего пользования университета, в котором можно спокойно зайти на территорию и походить все это посмотреть, зайти даже вовнутрь. И это, кстати, присутствует очень многим объектам Вены. Свободный доступ. Ну, не знаю, может, сегодняшний терроризм как-то поменяет эту философию, но пока это все очень как-то так же иногда легкомысленно. И вот этот весь проект интегрирован дальше в общий проект планировки, который покрывает весь город. Вот мы уже видим реализованные границы застроенных объектов. Красные линии – это проектные требования, регламенты. Синие – это кадастр. И черных здесь практически нет из-за существующих положений. Следующий кейс. Красивая ошибка. Хундер-Вассера и Хадид. Опять же Хадид. Есть еще второй объект. Хадид в Вене, который она предполагала построить над линией метрополитена, действующей открытой, и продать это как элитное жилье. Проект провалился. И там сейчас размещается студенческое общежитие. А второй проект Хундер-Вассера, который решил разместить мусорный завод рядом с университетом, с жильем и бизнесом, вообще-то прошел. И до сих пор он является доминантой. Это труба мусороперерабатывающего завода, который вырабатывает энергии. И вот в этом проекте планировки, который был вынужден сделать, потому что поменяли регламенты ошибки Хадид и увязали концепцию Хундер-Вассера активно с концепцией развития университета. Причем вы видите принципиально, если вот на том проекте вы не увидите линии, которые подчеркивают границы застройки, то вот в этом проекте линии регулирования идут точно по объему застройки. А почему? Потому что здесь фактически нет общедоступных пространств, это все сплошные террасы, сплошное здание. И поэтому проект планировки выглядит таким сложным образом. Третий проект. Это третья ошибка, которая, ну, каждый идеальный город должен иметь какие-то ошибки. В этом шаре. И все их наступают на держа грабли. Строит бизнес-центры. Строит сити. И вот не избежала этого и вена. Почему? В 1967 год территория за Дунаем, там мусорка была, решили рекультивировать и сформировать какой-то там небольшой бизнес-центр. Потом в 1979 году там формируют известный комплекс ООН. Потом наступает 1995 год, и вена решает, а давайте мы выиграем экспо. Ну, знаете, международное экспо, где размещаются разные объекты разных стран. Проходит референдум, и вена говорит, мы не хотим. Ну, не хотите, не надо. Отказывается от экспо, и решает в 2002 году построить там сити, деловой центр. Приглашают французов, которые, собственно, и совратили вену на свой Дефанс. И вот вы видите здесь внизу проект, который, собственно, включает вот это вот и есть United Nations комплекс, а вот это комплекс сити. Ну, еще раз такой осколок то ли Дефанса, то ли Кенри Вулов, то ли там московская сити со всеми теми же ошибками, со всеми теми же проблемами, с которыми, естественно, потом будет бороться и венция. Вот вы видите сверху вид, жутко много бетона, жутко мало зелени и жутко мало человеческого. И в результате, чтобы все это по уровням разложить, получается страшно сложный проект планировки, где не просто показаны регламенты условного класса строительства, но показываются конкретные метры, сколько каждое здание должно составлять. Вот самое высокое здание здесь как раз 250 метров высотой, самое высокое здание Австрии. который построил француз Перо. И, собственно, французы совратили на этот Олен Дефанс, ну и сами там архитектурно порезвились. Ну, архитекторы всегда любят вот такие большие формы, а людей нормальной нет. И это подтверждает этот слайд. Вот нормальная вена, которую любят жители. Вот это здание, которое и туристы любят, и сами жители, где есть поэзия, где есть искусство, где есть душа. Вот это силуэт, силуэт Вены, который все знают. Ну, а это кусок бизнес-центра около строящегося, реконструируемого, нового железнодорожного центрального вокзала. Вот такой бизнес-центр. Он называется Берегетер Квоза. Ну, посмотрите, масштаб вот этого квота и вот этого квота сити. И особенно первые постройки жилой среды, но там просто находиться сложновато. Это очень агрессивная среда, без грамма зелени, с многоуровневым урбанизмом подъездов и съездов. Ну, и потихоньку и начинают с этим бороться. Видите, начинают появляться какие-то пешеходные связи, озелененные территории, более современные здания, в частности, вот эта самая высокая башня Перо. Но люди туда не любят ходить. Это не Вена. Вот это Вена. И это все понимают, что это, знаете, как вот в свое время чешский сервиз хрустальный стоит, там серванте, вы мне повезли, ну, вы его имеете. Или как джип дорогой в Европе. Ну, только русские на них ездят, потому что там запарковаться невозможно. Это элемент оборудования. Я хочу иметь сити, пускай мы ее на меня смотрим, но ходить туда, конечно, не стоит. Это полное безобразие. И последний проект, который не является безобразием, является достижением. Это новый жилой район. На 40 тысяч жителей, это фактически город. Мы имеем случай уникальный, когда строится город в городе, совершенно честно, на территории бывшего аэродрома. Вот это место в городе, это на периферии. И весь этот район преимущественно для социального жилья. Я обращаю внимание. Проводится комплекс международный, фактически по сюжету, как проводили мы по Москве. 10 команд выбирается, потом жюри из 10 команд выбирает лучший проект. Побеждает шведская группа. И эта шведская группа вместе с американскими девелоперами при финансировании государством Австрии и городами строит этот весь комплекс. Очень простая концепция. Вы видите кольцо, которое очень напоминает Риммстрасса. Такая, опять же, игра контекста истории и современности. Но только в центре этого исторического кольца не Сан-Стефан, а парковый комплекс. То есть, самое дорогое место, экономически, структурно, туда размещается озеро с парковым объектом. И это становится доминантой. Вокруг него формируются все функции. ТПУ с торговыми, деловыми объектами. Здесь же есть промзоны. Две очень мощные. В качестве, вот здесь находится сейчас крупный завод General Motors. Ну и, соответственно, жилая застройка. Схема зонирования поэтажности, где преимущественно по периферии на улице обращены этажность до 7 этажей, а внутрь 3,5. Только вот здесь на ТПУ до 9, 13 этажей. Но что интересно, вот на этом слайде. Вот это желтый цвет означает жилую застройку. WR. Но переворачиваем следующий слайд. И в процессе работы разработчики поняли, что не надо показывать чисто жилую застройку. Это вчерашний день. И они показывают смешанную. Все вот эти кварталы жилой застройки трактуются как смешанная. GB – это смешанная застройка 4-й категории. Вот это чертеж из проекта планировки, а это чертеж из генплана. И они совпадают. Только здесь есть все линии регулирования, которые управляют застройкой. Проект заканчивается межеванием. В результате появляется некая собственность, в данном случае города. И появляются некие права и ответственности. Заканчивается этап градостроительного планирования, начинается реализация. Вот оно происходит. И вот мы получаем улицы этого района Аспин, улицы внешние с транспортом и улицы внутренние, пешеходные, которые в мощении даже фиксируют, что это не транспортные, это пешеходные. Дворы. Каждый блок решает своя архитектурная группа. И поэтому каждый двор в этом комплексе индивидуальный. Где-то для отдыха, где-то для разведения овощей, где-то для игр детей, здесь плавательный бассейн, где-то для некой прерии. И нигде нет заборов. Люди могут ходить в гости друг к другу, он открыт. Это социальное жилье. Мы получили идеальный город Аспен в идеальном городе Вена. Итак, на пути к идеальному городу. Что говорит Вена? Чему он нас учит? И в частности, вице-мэр этого города, вот эта дама, которая является ответственной и за транспорт, и за энергетику, и за public relations. Говорится, город может быть произведением искусства, если он создается как произведение искусства, где часть заменяет целое. Во всех примерах, которые я показывал, это присутствовало. Антропометричность города изменяется пешеходной доступностью основной функции, а многоквартирная жилая зона приоритетна, как многофункционально смешанная зона. Уменьшаются эти все связи. Катастрофы и проект планировки должны покрывать весь город. Тогда у города есть управляемое воздействие. И четвертое, желаю застройка города, предназначена не для зарабатывания денег, а для развития города и решения социальных вопросов. Спасибо за внимание. Осталось время для вопросов. Еще даже время осталось вопросов. Так что, пожалуйста, кому им что-то хочется уточнить, у вас есть возможность. Есть желание свет включить, или будем в интернете. Давай, Пахачка. Ну, судя по всему, лекция произвела впечатление. А, есть вопросы, все. Пожалуйста. Вот, есть вопрос. После того, как железный занавес рухнул, у Вены очень сильно выросло число заселения, практически в два раза там за пятилетний период. Как город справился с таким ростом? Потому что, когда я об этом узнала, я подумала, ну, наверное, я увижу вот какие-то там районы, которые полностью с нуля были построены в этот период. А, в принципе, нигде нет. Против понятия, но после крушения занавеса не увеличилось в два раза. Население, оно увеличилось в два раза в начале 20 века. А когда рухнул занавес, не произошло такого бурного роста, но вот произошло, пожалуй, в последние 10 лет. И с чем это связано? У нас пресса, улица Правды. То есть там большой комплекс и производства, и общественных функций есть. Но я противник этого. Почему? Потому что, то есть я просто не знаю, как справляется в других городах, вот у меня есть вопрос. У нас все заставлено машинами. То есть я не хочу жить в таком квартале, где люди приезжают. Понятно, что все те, кто живет у нас в районе, они не работают там. Это 20-25% тех, которые работают. Все остальные ездят. Вопрос, как справляется? Посмотрите, это слайды с натуры. Вы видели хоть одну машину? Я видела. В Германии, в Афрайд, вообще баба. Там вообще запрещен. Ну, секунду, вот слайды реальной жизни, снятые месяц назад. Ни одной машины. Как это решается? Смотрите, вот внизу, вот здесь вот, вот здесь вот справа, видите, разрез показан. Значит, естественно, в проекте планировки показано, в каких кварталах размещаются подземные паркинги. Сразу размещаются. Но, ну, конкретно в данном случае высокий грунт. Поэтому на полтора метра заглядывается паркинг вниз и поднимается на два метра вверх. Поэтому все дворы, которые вы здесь видите, практически все, они искусственные. И вот не случайно здесь пандус такой. Не случайно, не случайно. Вот, видите ли, ступеньки. То есть, есть въезды. И, более того, почему нет машин? Ну, конечно, на улицах, вот где объекты встроенного обслуживания, вы найдете на парковках, там платные парковки, все это есть. Но во дворах их нет. Вот есть замечательная линия, градорегулирование, которая говорит, что мало того, что вы не можете через вот эту линию вынести строение, вы не имеете права войти, транспортом через эту линию. А можете где? Вот она разрывается, и только вот в этом месте и в этом возможны въезды. В этом и в этом. В этом. То есть, четко совершенно показано, где въезды в эти парки. Во всех остальных местах это запрещено. Поэтому плотность невысокая, как вы понимаете. Они въехали-выехали, они не до этого курсирования. И как ни крути, все-таки это жизнь, когда хоть она без заборов, там каждый понимает, что я не поеду в чужой двор со своей машиной. Там просто его сразу выгонят оттуда, потому что все-таки есть контроль общественный. И тут же будет замечание, штраф, и они освободят это пространство. Так что это вопрос культуры и организации среды. Я согласен, что если этого не будет, то не будет в Вене. И в сегодняшнее Вене, конечно, есть проблемы, но мне там было страшно сложно сориентироваться, как парковаться, допустим. Буквально недавно я попытался в Вене.